Здравствуйте дорогие друзья садоводы и огородники. С вами снова встречаюсь я Юлия Меняева на своем канале Васадули в огороде. И сегодня мы с вами продолжим тему земляники. Той самой земляники, которую мы сажали и землянику, да, ну и будем говорить клубнику, хотя в принципе это земляника. Сажали мы двумя способами. В улитку мы сажали семенами сверху, да, в разброс. И семена мы сажали на туалетную бумагу. То есть вот сейчас наступил как раз-таки такой момент, как же сделать так, чтобы наша с вами земляника не упала, как вы пишете. Вот она вытянулась и упала. И что мне делать? Ну у всех одна и та же ошибка. Мы всегда ждем, чтобы наши растения, ну все 100% они сразу выскочили. Это ошибочно. Вот почему. Сейчас я вам все объясню. Вот сейчас мы с вами посмотрим. У меня земляника и клубника. Все посажено двумя способами. Во-первых, никогда вот здесь и здесь в парничке ничего не поливалось, пока это все еще в стадии того, что должно взойти. Вот сейчас мы заглянем с вами вот сюда. Вот видите? Здесь у меня посеяна клубника. И если приглядеться, вы посмотрите внимательно. Где-то она уже, видите, вот она уже взошла. Где-то она еще только проклевывается. Но схожесть очень-очень хорошая. И что же мы должны сделать в этот момент? Мы не должны ждать, пока все у нас семена взойдут. Что я делаю? Посмотрите внимательно. Я беру землю. Земля не должна быть влажной. Ну слегка она может быть влажной, конечно. Но она должна быть, будем говорить, так рассыпчатой. И я начинаю, ну вот так, безжалостно ее тонким-тонким слоем. Не обязательно, не надо толстым слоем. Просто где-то я засыпала эти семена, где-то еще не засыпала. Потому что через несколько дней они начнут выскакивать. И я снова начну подсыпать землю. Вот. И вот так мы сверху подсыпаем землю. Что мы делаем и как мы поступаем с земляникой, которая посажена у нас с вами на туалетную бумагу. Я вам потом в дальнейшем ее покажу, какая она у меня сейчас и что я с ней делала. Это я сейчас все вам обязательно все покажу. Так. Мы взяли с вами и подсыпали. Вот видите, вот так. Где-то больше, где-то может быть меньше. Но через день-два они все эти семена выскочат. И ни в коем случае сейчас мы не брызгаем и ничего не поливаем. Влаги там достаточно. Мы берем вот так снова, надеваем пакет целлофановый. И обязательное условие, что у земляники и у петуньи, и петунью я также сверху подсыпаю в точности. Земляника и петуньи, они в посадке очень похожи в улитку. В точности также я подсыпаю петунью. Почему я сейчас не показываю петунью? Потому что для меня ее еще сажать рано. Потом я в дальнейшем покажу. Подсыпали. И вот так она у нас стоит на окне. На окне. И дня через два мы снова смотрим. Выскочили. Опять мы ее присаливаем. И опять мы подсыпаем землю. Я вам хочу сказать просто маленькое отклонение про петунью. Вы скажете, то можно сажать, то нельзя сажать. Просто все зависит от того, какие у вас условия для петуньи. Я свою петунью всегда сажаю в середине февраля. Я же ранее рассказывала, это середина февраля, даже конец февраля, что потом я ее очень рано выношу в теплицу, чтобы рассада не вытягивалась и была крепкая. Есть у нас кто спешит, да, как бы может быть это северные, я думаю, районы, это Дальний Восток. Конечно, они могут посадить это сейчас, в начале февраля, чтобы она успела зацвести. В данный момент я говорю для Московской области, а вы уже должны корректировать все под свою область. Сейчас мы с вами заглянем вот сюда, вот в этот парник. Посмотрите внимательно. Опять здесь посажена земляника, посажена в стаканчики из-под ложки. Вот видите, влаги здесь достаточно, она не поливалась. Вот, что мы делаем здесь? Здесь мы проделываем такую же в точности операцию. Слегка, то есть вот эти белые корешки, которые у нас начали появляться, мы с вами немного, не засыпать, прям полностью засыпать. И немного, совсем немного, вот видите, я слегка присыпаю, даже если приглядеться, что семена, кажется, некоторые вот лежат вот так вот как бы на поверхности. Так, засыпали наши с вами семена. Берем снова, закрываем крышкой парничок и отправляем наш парничок обязательно опять на подоконник. Влаги достаточно. Самое главное не заливать наши растения. А теперь мы с вами посмотрим землянику, которая была посажена на туалетную бумагу. Когда она у меня начала проклевываться и показались первые росточки, я ее сверху присыпала землей. Я не разворачивала улитку, это просто присыпано все сверху землей, вот как я вам показывала. У нее всходы такие побольше, она раньше была? Она была намного раньше посажена, конечно, поэтому у нее всходы как бы побольше. И что я вот сейчас опять продолжаю делать? Опять, чтобы убрать лишнюю влажность у этой земляники, ее я, конечно, здесь уже регулирую. И изредка я ее брызгаю водичкой. Вот, но немного, совершенно немного. А сейчас немного хочу отвлечься, именно вот пока от темы подсыпки земляники, что многие блогеры пользуются моим способом, снимают видео и дают советы, порой, в общем-то, противоречащие вот именно этой посадке. Вот, например, отсняли видео и говорят, что нужно налить полбанки воды и поставить улитку. Поэтому, дорогие мои, давайте все-таки с вами договоримся так, что, ну, это мое детище, да, ну, как бывает же у людей, да, свое изобретение. Так и у меня. И давайте все-таки прислушиваться, как бы, в данный момент, вот именно к улитке, к моим советам. К первоисточнику. К первоисточнику, да, будем говорить, чтобы не было потом. Вот, я сделала, у меня не получилось. А сделали вы, вы посмотрели не у меня, а посмотрели у кого-то. И сделали так, а у вас не получилось. Поэтому вы тогда уже, пожалуйста, ко мне, как говорится, без претензий. Вот, давайте вот опять вернемся к нашей землянике. Вот видите, я, и не бойтесь, если вот именно земля попадает у вас на листике, это ничего страшного. Мне просто сейчас вот задали вопрос. Ой, а почему у вас вот такая она земляника? Она, как бы, да, вот, как бы такая и коренастенькая, и все. Да потому что я с периодичностью вот так всегда подсыпаю землю. Я не даю ей вытягиваться. И ни в коем случае ее не заливаю. И будь то это или земляника, или перец, или баклажаны, поверьте, я никогда не наливаю полбанки воды. Вот опять вопрос, да, подливать или не подливать воду в поддон? Воду, да, мы можем подливать, но совершенно в мизерных количествах, буквально в мизерных. И только тогда и в том случае, когда уже у растений показался настоящий листочек. Настоящий листочек это признак того, что у них уже довольно-таки там большая, мощная корневая система. И растение будет тянуться к воде и пить, как говорится, уже с поддона. Но пока растение еще маленькое, здесь уже пока еще приходится пользоваться вот таким вот, по крайней мере для земляники, вот таким вот опрыскивателем. Ну что ж, вот такие советы я вам хотела дать именно по землянике. Следите за ней, следите за ней и подсыпайте каждый раз землю. Тогда она у вас не будет вытягиваться и не будет падать, и будет очень крепкая. Но если все-таки произошло и она у вас начинает падать, падает она из-за избытка влаги, тогда вы просто можете сверху подсыпать или речной песок, или обычный активированный уголь, размельчить его в кофемолке или где-то, ну прям буквально в муку. И посыпать сверху ваши растения именно активированным углем. Почему не золой? Потому что золой вы можете растение просто-напросто жить. Вот, пожалуй, и все по землянике. Вот такие советы я хотела вам дать именно по выращиванию земляники. Ну что ж, до свидания. С вами была Юлия Меняева на своем канале Васадури в огороде. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok